Ну я хуй его что сказать. Доброго вечера всем моим новым зрителям, красноглазикам, паяльщикам и паяйкам. Купил себе сегодня вот такую вот паяльную станцию в полной комплектации. Хотел бы снять небольшой анбокс. Короче говоря, пиздец. Погнали. Фирменная упаковка. Я ее сегодня распечатал. Распечатал в магазине, чтобы проверить комплектацию. Запакована она была фирменным скотчем ЭРСА, что подтверждало то, что станция не вскрывалась ранее. С этой стороны можно наблюдать ее номер, который можно проверить на сайте и зарегистрировать. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри. Вот такая вот мануалка, цветная небольшая, с CD-диском. Краткая инструкция. Запасные фильтры с одним запасным картриджем на демонтажный паяльник. Кстати, в комплектации не было указано, что они идут. Сам паяльник i-Tool Vario с вот таким вот наконечником, клином 2 мм в комплекте. Не вылазит, сука, из гильзы. Видно, сидит плотничком. Индукционный нагреватель. Шнуры на этой станции термостойкие, то есть, прожечь их паяльником, просто тупо не получится, потому что они выполнены из термостойкого силикона. 5-ти пиновый коннектор, закручивающийся, что не позволит случайно выдернуть из станции инструмент. Так, давайте посмотрим дальше. Также в комплекте вот такой вот пенетратор. Нет, неправильно, ебаные волки. Сука, термопинцет для извлечения и усадки смд-компонентов с вот такими вот небольшими жалами в комплекте. Самое примечательное в этом пинцете – это его размеры и то, что он может работать как в нормальном положении, разомкнуто-сомкнутым, так и, сука, в обратном положении, сомкнуто-разомкнутым. Давайте посмотрим поближе. Ну, собрано вроде все достаточно цивильно, не скрипит, не репит вся хуйня. Так, дальше у нас в комплекте вот такой вот фен, фен, блядь, ручка. Его параметры технические может разогреваться до 450 градусов и подавать от 5 до 20 литров в минуту. Регулируется это все вот таким вот, вот такой вот крутилкой, таким вот энкодером. Фен активируется датчиком. Давайте посмотрим, что у него внутри. Так, такая вот насадка в комплекте шла. Не знаю, какой диаметр нагреватель внутри установлен. Ну, пожалуй, все. Также, что замечательно, в этом фене разъем и трубка для подачи воздуха соединены вместе, то есть никаких лишних проводов не болтается. Помпа встроена в саму станцию, в сам блок управления. Вот такая вот наклеечка. Хуй его знает. Видно, которая объясняет, как пользоваться датчиком. Ну, ее нахуй. Да, паяльник iTool ARS. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Видимо, это кабель питания для самой станции. Выполнен из обычного ПВХ. Поэтому тыкать в него паяльником не стоит, я думаю. Значит, вот такие вот замечательные подставки. Это подставка. А, секунду, секунду, секунду. Забыл. Также в комплекте идет вот такой вот мощнецкий, четкий демонтажный паяльник. С вот такими вот сменными насадками. Та, которая была в комплекте. Позже планируется ко всему инструменту докупать дополнительные насадки. Сейчас мы попробуем, как это делается, извлечь картридж. Вот, мы извлекли картридж. Сюда, видимо, надо... А, фильтр уже установлен, как видите. Вот. Такие силиконовые, тоже термостойкие штуки. Теперь мы попробуем засунуть его обратно, что, походу, будет ни хуя не легко. Ибо, блядь, Антошка, блядь, не знает, как это делается. Ага. Вот такой вот взводной механизм. Хуй его знает, блядь. Ну, я думаю, что сейчас у нас, блядь, что-нибудь ни хуя у нас не получится. Ну, что-то же. А-а-а-а. Вот, блядь, оно как. Ребята, хуй его знает. Что нам сказать по этому поводу. Вот так. Так. Все. Все-все. Отлично. Так. Фен также подключается через... Ох, ёпта. Через... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Через восьми-пиновый коннектор. С жесткой фиксацией, как и все остальные инструменты. И подсоединяется к блоку управления для создания вакуума через вот такой вот фильтр. Кстати, питается он на двадцати четырех вольт и имеет мощность 120 ватт. Два нагревателя по 60 ватт. Шомпол для прочистки, видимо, фена и демонтажного паяльника. Хова знает, как их использовать. Выясним позже. Подставки, подставки, подставка, на которую как-то это так крепится. Это для демонтажного паяльника, подставка. Я её позже соберу. В комплекте вот такая целлюлозная губка, отличная. Подставка выполнена из жесткого пластика. Что как бы странно для версии. Хотя, все остальные подставки выполнены из термостойкого силикона. И все вот эти вот вставки, они керамические. Они охуенно прочные, надеюсь. Вот. Также в комплекте с каждой подставкой идёт вот такая вот латуневая стружка мягкая для удаления припоя с паяльника. Вот эти вот штучки, дрючки вставляются вот в эти отверстия для того, чтобы вам удобно было хранить жало для паяльника. Так. Значит, следующая подставка. Я хуево знаю. Вот это, по-моему, подставка как раз для фена. Да. Это подставочка для фена у нас идёт. И вот эта вот подставка, она для термопинцета. Ну, в принципе, рассказывать больше нехер про эти подставки, ибо они все равнохуйственные. Так, ну, извлечём. А, есть ещё вот такой зажим для смены насадок на фене. Фене. Вот. Как его использовать, я думаю, все знают. Ну, можно, конечно, что-то им ещё, наверное, делать. Что-то тут показывают какая-то... А, ну, это, не знаю, это видно куда-то ещё к подставочке какая-то ёбань. Идёт небольшой ключик, шестигранник. ХЗ. Что им вращать? Я думаю, разберёмся позже. Так. Ну, так, что? Идём, ставь на паузу. Ну, вырубай. Ну, давайте приступим к извлечению самого сладкого и самого интересного, пожалуй, в этой коробке. К блоку управления паяльной станцией. Вот, вот, сие прекрасное чудо. Вы можете наблюдать. Мразь какая-то тут. Какая-то хуйня под дисплей попала. Ну, это ладно. Извлеку потом пыль. Но станция была не распакована, повторюсь ещё раз. Вот такой прекрасный оранжевый тумблерок. У меня даже встаёт, когда я его клацаю. Вот. Так, ну, давайте извлечём её. Ебать, копать, она тяжёлая, я вам скажу. Ребята, это сука зло. Давайте. Так, ну, органа управления здесь всего два. Это классический переключатель для ERC IOP, который регулируется вращением вправо-влево. И параметры фиксируются нажатием на эти переключатели. Разъёмы для подключения инструментов. Ну, более полный список, которые можно подключить к этой станции. Я расскажу о нём позже. На данный момент у меня есть только четыре инструмента. Но дальше я буду докупать сами инструменты, насадки к ним. Вот. Расскажу об этом подробнее. Так, вот, вот, хуйню мы откладываем нахуй. Давайте посмотрим, что у нашей станции в попке. Ну, вот такая она замечательная сбоку. Попка нашей станции. Я так подозреваю, что это воздухозаборник для насоса, фена. Вот. Два разъёма интерфейсных. Не знаю, зачем они такие допотопные, видимо, для прошивки или для подключения к старым компьютерам. Один разъём интерфейса USB типа B. И разъём заземления. Нахер бы он не тарахтел. Ибо станция исполнена из антистатического пластика. Весь корпус пластиковый. Но качество не вызывает никаких нареканий. Охуенно прочно. Не скрипит, не репит, не шатается, не выёбывается. Всё хорошо. Вот тут какая-то наклейка, на которой указаны рабочие характеристики номинальное напряжение рабочее, частота тока и выходная мощность. И предохранитель, через который всё это запитано, 4 А. Ну, хуй его знает. Наша распаковка, наверное, закончена на сегодня. Дальше вас ожидает из испытания станции. Я в следующем видеоролике расскажу вам подробно, где я приобретал станцию, в каком замечательном магазине, который меня порадовал скоростью и качеством доставки. Всё шикарно. Всем спасибо. Смотрите продолжение.